Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет, как установить галочку в Excel и как к этой галочке прикрутить определенные свойства. В данном случае, если у нас нет вкладки разработчик, мы нажимаем настройки ленты, выбираем вкладку разработчик справа и ставим галочку, если она не установлена. Окей. Далее мы переходим во вкладку разработчик, выбираем вставить и выбираем галочку. Устанавливаем ее на определенную ячейку. Ставим курсор и удаляем текст через Delete. Далее мы можем выровнять данную ячейку, перейти в формат объекта и поставить связь с ячейкой G4. После чего мы можем отпозиционировать данный объект, нажав по нему правой клавишей и переместить ее примерно по центру ячейки. Далее, после того, как мы это сделали, мы можем еще раз вставить второй объект для примера, то есть с галочкой и без галочек. К тому же принципу, втираем текст правой клавишей по линии, выбираем свойства и далее переходим в формат, выровнять и выравниваем по левому краю, чтобы они были идентичны. Затем нажимаем нижнюю, правой клавишей формат объекта, выбираем связь с ячейкой G5. Если мы установим галочку в первую ячейку, ячейка G4 у нас будет выдавать истина. Если соответственно в вторую, то во вторую. Галочки нет, значит ложь. Также мы можем выбрать данный столбец, сделать заливку белым цветом или через формат ячеек поставить три точки с запятой, чтобы данные не отображались. Ctrl-1. Далее мы можем написать функцию если, которая у нас будет умножать на стоимость НДС, то есть на 1 и 2. Пишем равно, если ячейка G4, точка с запятой, потому что там сразу пишется истина или ложь. Здесь мы пишем ячейка E4 умножить на 1 и 2. То есть если там галочка включена, значит эту сумму мы умножаем на 1 и 2. Если не включена, значит просто ячейка E4. Видим. Да, сейчас все без заменений. Ставим галочку, у нас складывается НДС. На этом все. Подписывайтесь на канал. До завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok